МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Золотой транш. Что требует МВФ от Украины взамен миллиардных займов? Международный трибунал, с чем официальный Киев обратился сегодня в ГААГУ. Кровавая ночь на Житомирщине. В Олевске неизвестные с пистолетами и винтовками открыли огонь по местным жителям. В массовой перестрелке погиб один человек, шестеро в больнице, трое в тяжелом состоянии. Бандитские разборки, передел влияние в сфере нелегальной добычи янтаря или, как говорят в полиции, бытовуха. Инна Белецкая искала ответ. Утро в Олевске. Автоматчики, растерянные прохожие. Митинг. Вы видите, что тут полцентра кровью залито. Как люди, что собираются? Вот тут уже беспредел. Все бандосы Большего Союза, все тут. Когда оно закончится в этом районе, когда люди идут спокойно, будут спать. Когда мы будем спать, оружие заражено, чтобы стояло под кровати. Когда оно закончится, это все. Эти люди пришли поставить ультиматум полиции из-за того, что произошло ночью. А ночью прямо здесь, возле церкви, звучали выстрелы. Евгений Шапира рассказывает, все было как в страшном кино. До зубов вооруженной автоматами и помповыми ружьями залетные молодые люди в бронежилетах набросились на местных, якобы сотрудников охраны. Пытались просто защищать сами себя. Ну и все, шесть человек. Я слышу, как по ним стреляют, они зовут на помощь, я ничего сделать не могу. Я звоню в милицию, они говорят, что, что, сейчас, сейчас будем ехать, сейчас соберемся. Они приехали, я уже всех завез в скорую, еще не было никого. После перестрелки прозвучал взрыв, кто-то бросил гранату. Полиция приехала, когда все уже закончилось. Люди с автоматами ходили и по территории больницы, куда доставили семерых раненых. Троих жителей Олевска и четверых из Львовской области. Один из приезжих скончался из-за большой потери крови. Сейчас в больнице пятеро. Куда делся еще один пострадавший, неизвестно. Пообщаться с ранеными не разрешает полиция. Говорят, журналисты могут помешать установить истину. Думаете, что мы можем... Я считаю, что можете, может быть, ну не знаю, так считают следствия. В то же время на площади митингуют. Люди ждут начальника областной полиции. Он общается сначала с журналистами и буквально ошарашивает официальной версией событий. Конфликт выник на побутовом грунте еще за день до трагедии. Посперечались местные жители с приезжими из Львовской области. Как же установлено. За что? Приехали из Львова и в кафе за что? За пиво посварились? Они посварились за то, что не хотели платить за то, чтобы находиться в этом закладе. И они с местным посварились. Это никак не связано с Куршками? Нет, никак. Огромные лужи крови, погибшие, раненые. Оказывается, это результат разборок на дискотеке. А вот люди говорят о рикетирах и, конечно же, янтаре. В воздухе есть информация, что могут быть конфликты, за участием местных бандитов, которые последние годы-два организовали свою должную деятельность. В частности, обречивали скупников Бурштину, пограбованиями занимались, просто залякували людей. Можливо, после проведения следственных действий, может быть установлено, что они имеют какие-то отношения к вопросу Бурштину. Но весь конфликт, который произошел, это было на побутовом грунте. Многие жители возмущены и напуганы. Напуганы как перестрелкой, так и версией полиции. Мол, какая бытовуха, если в больницу привезли людей характерной внешности и с характерными татуировками. Заберите от меня камеру. И о какой бытовухе может идти речь, если залетные приехали с таким количеством оружия? Надо быть откровенным, потому что много кто замешанный. Я ничего не имею против нашей милиции. Они стараются как могут. Они их принимают, этих преступников. Они их садят, стараются. Но утром приходит команда, четкий звонок. Они мне прямо то, что сказали. Приходит четкий звонок отпустить. Их отпускают. Отдают оружие, они заарестрированы, им назад в руки. Митингующие поставили ультиматум либо через два дня. Все мотопомпы на месторождении корабль останавливаются. Полиция очищает город от представителей уголовного мира. Арестовывает нападавших и не преследует местных. Либо перекрывает трассу Киев-Варшава. КамАЗом. Надолго. Янтарный регион живет своей отдельной жизнью. Здесь всего за сутки ранения получили больше человек, чем в зоне АТО. По официальным данным, в городе же, говорят, более 10 пострадавших в больницу и вовсе не обратились. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Житомирская область. В Олевске сейчас находится наш корреспондент Александр Васильченко. Он на прямой связи с нами. Саш, здравствуй. Расскажи сейчас в городе спокойно и что происходит в эти минуты. Тебе слово. Здравствуй, Катерина. Угрозы перекрыть трассу Киев-Варшава пока еще остались только угрозами. Я напомню информации о том, что местные собираются ограничить движение авто, появились сегодня в Олевске во время митинга. Таким образом, горожане решили бороться против бандитского беспредела, который регулярно происходит в их регионе из-за так называемых янтарных клондайков. Сейчас ситуация в центре города спокойная. Следственные действия уже закончены. По крайней мере, не видно, чтобы здесь находились следователи или эксперты. Но территория, где произошла стрельба, все еще огорожена специальной лентой. Пройти за нее нельзя. Охраняют место преступления спецрота полиции. Также задействованы и кинологи. Отмечу, что сегодня во всем городе усилены меры безопасности. Сюда были направлены правоохранители Житомира. Также охраняются главные въезды и выезды из города. Мне сейчас стоящее руководство не отвечает, кто тут находится и я. Вы приедете, пожалуйста, они вам полностью все ответы дадут. Какие вы желаете? Кто находится, где находится и почему? Мы выполняем свои функциональные обязательства по обеспечению безопасности дорожного движения и гражданской безопасности. Переверяем транспортные средства, прекращаем за порушение права дорожного движения или подставки, которые предъявлены законом Украины про полицию. О том, что сегодня ночью здесь, в центре, были криминальные разборки, напоминают следы крови на снегу и оградительная лента. Еще днем в полиции озвучили две версии случившегося. Это бандитские разборки из-за янтаря или бытовая ссора. Местные с прессой общаются неохотно и говорят, теперь боятся мести, потому что на бытовую ссору этот конфликт не похож. Все связано все-таки с янтарем. Ну, а это такая серьезная топорша. А там была там стилидка, это маленькая стычка была. Или разборки, или деление буштина. Сперш влияние на выработку. Не на камеру копы говорят. Все руководство над полицией области находится здесь, в Олевске. Усиленный режим охраны в городе продлится еще эту ночь. На этом вся информация. Екатерина. Саш, спасибо за последнюю информацию. И еще раненые и заложники. И тот же янтарь. В Ракетновской райбольнице трое пострадавших. А у полиции снова та же версия. Бытовуха. Наши корреспонденты разбирались в подробностях еще одной кровавой истории. Старое село. Практически все жители занимаются нелегальной добычей янтаря. Здесь не считается с полицией, не любят чужих. И настроены очень агрессивно. Даже нашей съемочной группе несколько раз с большим трудом удавалось выбраться из села. Вчера Дмитрий вместе с братом и другом приехал в старое село. Говорит, в гости. Но местные заподозрили решать янтарные вопросы. Слово за слово началась драка. Приезжие получили ранение. А потом их взяли в заложники. Сейчас Дмитрий в реанимации. У мужчины ранение в живот. От его рассказа становится страшно. У меня попали. Я втекал. Помню, еще три раза стреляли. Но я как-то встег. Впал в снег. Втратил сведомость. Встал. Понял, что я никуда не втечу. Они начали меня бить руками, ногами. Я их просил, чтобы меня с колу вызвали. А они протянули моего брата. Поранели друга. Другого раздела били ногами. Сказали, что мы приехали их бить. Первый раз столкнулся с таким, что от молодого до великого автомата, пистолетов. Скорую селяне отказывались пускать с 4 утра до обеда. Из-за серьезного ранения у Дмитрия начался перитонит. Воспаление брюшной полости. Больницу доставили и других пострадавших. Брата и друга Дмитрия. Местные уверяли, что те угрожали им гранатой. Позже оказалось, это муляж. Но вот за угрозы приезжие поплатились. Но вот по мнению правоохранителей, причина такой жестокости всего лишь бытовой конфликт. В полиции открыли несколько уголовных производств. Но вот о том, чтобы кого-то задержать, речь пока не идет. Полиция с таким намерением в старое село до сих пор ехать не рисковала. И явится ли на этот раз, неизвестно. Ольга Иванченко, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривненская область. Печерский райсуд столицы удовлетворил жалобу адвоката Вячеслава Химикуса. Правозащитник обвинил генпрокуратуру в бездействии. Дескать, ГПУ не внесла в единый госреестр расследований данные о совершении преступления советником главы МВД Антоном Герасченко и спикером полиции Киевской области Николаем Жуковичем. Защита утверждает, после стрельбы Герасченко и Жукович публично заявили, что во всем виноват химикус и назвали его хулиганом. Адвокат считает, это может повлиять на ход следствия. Сегодня суд обязал генпрокуратуру начать досудебное расследование. А сам Сергей Пашинский обратился к генпрокурору с просьбой обновленности. Фрагменты перекрестного допроса его и пострадавшего Вячеслава Химикуса. Так сказать, для объективного рассмотрения процесса. Елена Митясова подробнее. Он обычно ходит с охраной, чтобы не похитило ФСБ. Но в новогоднюю ночь традиции изменил. Вместо телохранителей прихватил наградной пистолет. Об этом журналистам сам сегодня поведал нардеп-фронтовик Сергей Пашинский. Что было дальше, история всем известная, как никак, топ-новость последних двух недель. Пашинский выстрелил из боевого ГЛОКа в отца двоих детей Вячеслава Химикуса. И теперь слуга народа усердно пытается обелить репутацию. Я наибольший зацикавлен в том, чтобы следствие было проведено необъективно и упоряджено. И своими действиями, а не только словами, я это, по-моему, всем подтвердил. Пять допросов, многочасовые очные ставки. Пашинский к следователям ходит, говорит, как на работу. Утверждает, все посещает и ни от чего не уклоняется. Да и вообще, резонанс вокруг инцидента под Васильковым считает происками врагов. Я абсолютно переконен, что раздувание этих всех фейковых вкидов имеет на методе только одно, чтобы отвлекать меня от тех, которые занимаются. И как истинный борец за правду просит генпрокуратуру опубликовать фрагменты перекрестного допроса с пострадавшим Химикусом. Журналистам зачитывают, какие именно ответы его и Химикуса ему интересны, и какие бы он хотел придать огласки. Но прессу больше все же интересует подаренный Аваковым огнестрел. Историю приобретения Пашинский скрывать не стал. В мастерстве стрельбы Пашинским никто не усомнился, демонстрировать не пришлось. А вот то, что в Химикуса он стрелял стоя, подтверждает и перекрестный допрос, говорит адвокат раненого Марина Паринова. Об этом говорил свидетель. Они начали штовхать бус, Ярослав и Вячеслав. В этот час остановился с ними автомобиль Мерседес, опустилось скло, и женщина очень грубо до них вернулась. На эту грубость Вячеслав ответил, соответственно, грубостью. Пан Пашинский с пистолетом вышел из машины. Они слышали крик стоять, лежать мордой в асфальт. После чего они увидели особу с пистолетом, и, соответственно, был действительный пострел. Пашинский теперь настаивает на охране раненого Химикуса, мол, боится подставы. Недруги могут воспользоваться ситуацией и повесить на него другую неприятную историю. Но адвокат пострадавшего утверждает, уже обращались к следствию по этому поводу. Пока тщетно. И добавляет, возле дома Химикуса дежурят неизвестные машины с милицейскими номерами. Но кто их туда направил, выяснить не удалось. Следствие утверждает, это не они, а МВД не отвечает на запрос адвоката. А в том, что абсолютно все должны немедленно сдать наградное оружие, уверен нардеп Сергей Каплин. Он зарегистрировал в парламенте соответствующий проект постановления и, надеется, коллеги за него проголосуют. Мы требуем от всех, без вынятки, новых владельцев оружия, подаренных Аваковым, негайно сдать эту оружие и передать все эти автоматы, пистолеты и винтовки тем, кто их реально сегодня потребует, кто отдаёт жизнь на Сходе, отдаёт жизнь за сбережение нашей страны. На руках у чиновников, министров депутатов, друзей Авакова, порядка двух тысяч единиц оружия. По подсчётам Каплина, это порядка двух миллионов бюджетных гривен. Елена Митясова, Ольга Рыцарь, Сергей Коваль, подробности, телеканал Интер. Пашинский стрелял в химикуса, цитирую, однозначно не лёжа. Такое признание сделал сам депутат на допросе в прокуратуре. Аудиофайл этого допроса опубликовал Андрей Портнов, бывший первый заместитель главы администрации президента Украины. На допросе, видео которого прокуратура отказывается предоставить, прикрывая стайное следствие, Сергей Пашинский заявил следующее. Вы прицельно стреляли в химикуса, вы стреляли куда попадете, а вы обеспечите и дробите небезопасность для себя? Я прицельно стрелял, в нижний пояс, но чтобы его запомнить. И ещё одно постановление зарегистрировал в Верховной Раде Сергей Каплин. В нём нардеп призывает парламентариев извиниться перед победителем на президентских выборах в Соединённых Штатах от имени Авакова, Яцуника и Петренко. У себя в Фейсбук лидер Социал-демократической партии написал, они своей ложью втянули Украину в политический конфликт с США. По словам Каплина, представители Народного фронта во время предвыборной гонки в Штатах прямо оскорбляли Дональда Трампа. А теперь, уверен Каплин, действия политиков привели Украину к политической изоляции. Тайна века. Исполняющая обязанности главы Минздрава Оляна Супрун ответила на запрос нардепа Олега Мусия о её высшем образовании. Оказалось, корочка тайны за семью печатями. Подробнее об этом в скандале расскажут наши журналисты. Сначала Кабмин, затем Минобразование и, наконец, Минздрав. Во все эти ведомства нардеп Олег Мусий отправлял запросы, чтобы получить ответ на единственный вопрос. Есть ли образование у исполняющего обязанности главы Минздрава Уляны Супрун. Но узнать ничего не удалось. Говорят, это конфиденциальная информация и обнародованию не подлежит. Так как это персональные данные, могут быть разрешены только за сгоды самой персоны. И я уже четвертый раз вернулся безусловно к той человеке, которая носит эти свои тайные персональные данные. И паня Супрун написала, что она не имеет желания и не имеет возможности дать копию своего собственного диплома. Поэтому у меня вызывает огромный поддак, как это у чиновника такого уровня есть великим секретом наявность диплома. С точки зрения закона, министр, как и любой человек, имеет право на защиту персональных данных, говорят юристы. Но в любом случае, наличие высшего образования обязательно, как и необходимость отвечать на запросы нардепа. Закон не говорит о том, что она обязана каким-то образом показывать всем гражданам наличие или отсутствие этого образования. Есть соответствующие органы, которые имеют право контроля. А если, например, нардеп запросы ей отправляет, она обязана ему ответить? На запрос народного депутата, естественно, все должны дать соответствующий ответ. Напомню, это уже не первый инцидент с исполняющей обязанности главы Минздрава в этом месяце. 1 января директор Института сердца написал гневный пост в адрес этого ведомства. Борис Тодоров возмущался. Под угрозой жизни десятков тысяч кардиобольных. Медикаментов нет. Ведь госпрограмма по сердечно-сосудистым заболеваниям, которая предусматривала закупку лекарств на 364 миллиона гривен, в 2016-м не выполнена. Комментарии представителей министерства по этому поводу, несмотря на несколько запросов, мы до сих пор не получили. В парламентском профильном комитете уверены, главу ведомства необходимо менять. Ответ от премьера нардепы ждут уже в среду на заседании комитета. А вот когда придут ответы из Минздрава на наши запросы, неизвестно. Ольга Теребинская, Андрей Кузнецов. Подробности. Телеканал Интер. Правительство должно вмешаться в конфликт между Минздравом и специалистами отрасли, а также возобновить закупку лекарств. Так считает лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. По его словам, все это нужно рассмотреть в пятницу во время часа вопросов к правительству. Ведь нардепам необходимо понять, как Кабмин намерен решать эти действительно важные для страны вопросы. Подчеркнул политик. Отгуляли и за работу. После трехнедельных каникул депутаты сегодня собрались на согласительный совет. Обещали взяться за законы, которые так и не успели проголосовать до отпуска. Среди приоритетных повышение зарплат для себя, дорогих и народных. Почему спикер требует проголосовать за это первым делом и обрадовались ли депутаты, расскажет Ольга Рыцарь. После длительного отдыха время подтянуть хвосты. Все, что не успели до каникул, нардепы решили наверстать сейчас. Ведь через неделю депутаты планируют закрыть пятую сессию восьмого созыва. Этот тиждень, еще тиждень Рыздвяный. Мы так же в парламенте показали, что живем одним настроем с целой Украины. И имеем спильные желания и спильные намеры и спильные возможности до законотворности. Главные вопросы – изменения в налоговый кодекс, в Конституционный суд и децентрализация. Кроме того, спикер просит нардепов позаботиться и о себе. Я буду просить коллег-депутатов, чтобы мы этого тижня разглянули и обязательно вышли по нему на решение. По Косторису Верховной Рады Украины. Этот закон народные избранники планировали проголосовать еще в конце прошлого года. Но на фоне сметы страны рука не поднялась. Проект предусматривал привязать зарплаты депутатов к прожиточному минимуму, поскольку его подняли, соответственно, и зарплаты нардепов должны были вырасти примерно до 28 тысяч гривен. Впрочем, голосов может снова не хватить. В связи с тем, что приехали много депутатов из округа, спілкували с людьми, и, злово говоря, сегодня профессия политика особенного народного депутата не очень популярна в народе. Косторису Верховной Рады – это не только размер зарплаты, это, фактически, законный способ их выплатить. Я прошу, чтобы в фракциях прошли проговорения, мы можем коррегулировать различные панели. Но если мы не принимаем решения про Косторис, у нас вникают какие законные подставы, в целом, для выплаты не только депутатам, а и аппаратам. Изменения в бюджет страны, налоговый кодекс, а также законы, которые позволили бы снизить тариф и снова не попали в повестку дня. В оппозиции сетуют их законопроекты, которые касаются экономики и соцзащиты, даже не внесли в сессионный зал. И настаивают на квотном принципе принятия законов, как это рекомендует миссия Европарламента. Мы должны вернуться к расследованию и перегляду бюджета Украины, потому что наша фракция не голосовала за бюджет в урядовом варианте. И час показал, что мы были правы, потому что и срастающая инфляция показывает, что этот проект бюджета, этот бюджет не решает ключевых вопросов, которые сегодня есть у общества. В условиях, когда нет зарплаты, нет пенсии пенсионеры, которые порезаны все социальные льготы, эти выплаты, мы не будем поддерживать сегодняшнее подвышение зарплаты депутатам, которые предлагаются. Исправлять бюджетные ошибки, а не думать о своих зарплатах, требуют и самопомощи. В первую очередь предлагают принять закон о финансовой полиции вместо ликвидированной налоговой. Она должна бороться с экономическими преступлениями, которые касаются публичных финансов страны. Дивлячись на те экономические показатели, которые сегодня мы видим, в том числе и на обменниках валют, мы можем говорить, что ситуация в экономике есть, так деликатно сказать, пессима. В таких ситуациях говорить и думать о поднятии зарплатах и так достаточно высоких в сравнении с учителями, лекарями, медсестрами и другими работниками зарплаты просто аморально и нереально. То, что эта неделя будет плодотворной и сами нардепы верят с трудом. Многие еще не вернулись из отпусков и, скорее всего, работать начнут уже после открытия шестой сессии. Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Пенсия за деньги. И речь не о взятке, а о возможности докупить трудовой стаж. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева во время встречи с представителем МВФ Жеромом Ваше. По словам Ревы, очередная пенсионная реформа предусматривает уменьшение страхового стажа с 20 до 15 лет. И если будущему пенсионеру будет недоставать трудовых лет, он сможет их купить по 704 гривни за месяц. Напомню, это размер минимального единого соцвзноса. И таким образом все 15 лет стажа обойдутся почти в 130 тысяч гривен. Это гарантирует человеку минимальную пенсию. По мнению министра, это будет актуально прежде всего для украинских трудовых мигрантов, а таких немного, около полутора тысяч. Об идее Ревы тут же написала пресс-служба Минсоцполитики, но позже новость исчезла с сайтов министерства и Кабмина. Тем временем Международный валютный фонд требует от Украины повысить пенсионный возраст до 63 лет. Этот пункт записан в меморандуме и документ сегодня появился в распоряжении экономической правды. Что еще требует МВФ за новый транш и готова ли пойти на такие шаги Украина, узнавали наши корреспонденты. 20 страниц с требованиями. Проект меморандума с Международным валютным фондом предусматривает 12 структурных маяков. 7 из них новые. Среди прочего, повышение пенсионного возраста. Так как Украина не приняла это решение до конца прошлого года, МФФ требует сделать это до марта. Черным по белому в документе написано, пенсионный возраст должен повышаться постепенно для мужчин уже с июля, для женщин с 2021 года. Пока не достигнет 63 лет. Но в правительстве эти требования фонда отрицают. У нас нет никаких открытых и четко зафиксированных обязанностей подвышать пенсионный век. Этого нет ни в меморандуме с МВФ, ни в наших обязанностях перед другими институциями. И хочу вам сказать, я уверен, что нынешний уряд и нынешняя влада не сделают никаких кроков по подвышению пенсионного века. Откуда тогда взялось такое требование в обнародованном сегодня документе? И чего на самом деле хочет МВФ в обмен на деньги? С такими вопросами мы обратились и в Министерство соцполитики и финансов, и в Нацбанк. Но сегодня времени для интервью там не нашлось. Еще одно требование – земельная реформа. В документе прямо сказано, необходимо до марта отменить мораторий на продажу земли. МВФ понимает, что в ближайшей перспективе, даже в средней перспективе, Украина не сможет повернуть борьбы. И поэтому нужен закон о приватизации земли, потому что можно будет забрать деньги с земли. Именно поэтому МВФ и требует закон, который бы позволял это сделать. Продаж земли, особенно иноземцам, это не конституционно. Также МВФ требует провести аудит уже государственного приватбанка, монетизировать субсидии, создать реестр получающих соцвыплаты, сократить количество чиновников и бюджетников, а еще отменить упрощенную систему налогообложения. А это больнее всего ударит по экономике, уверяют эксперты. Вам будут давать деньги, знаете, там, да, постоянно. Пока вы не купите такой борьб, а потом будут говорить, а теперь продавайте землю, а теперь продавайте это. Далее сидеть на эту галку, ну, это просто шкодливо для страны. Треба все ж таки стимулювати бизнес, дерегуляцию проводить, меньше красти, и тогда нам и деньги МВФ не нужны. Те реформи, которые рекомендуют Международный фонд, они явно не осуществляют реалии экономики Украины. По той простой причине, что мы, смотрите, с 2014 года, с мая, мы берем кредиты МВФ, проводим реформи, которые рекомендовали МВФ, в результате экономики Украины падает, падает и падает. Назбанки еще ранее заявляли, ожидают получить четвертый транш кредита, а это миллиард 300 миллионов долларов, уже до конца января. Правда, появилась информация, что размер транша может уменьшиться до миллиарда. К тому же, пока МВФ не назвал конкретную дату рассмотрения вопроса о предоставлении Украине денег. Анна Каменева, Олег Решетняк, Богдан Савруцкий, подробности, телеканал Интер. Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге. Официальный Киев подал иск о нарушении со стороны Москвы двух международных конвенций. Каких, расскажет наш корреспондент Юлия Мендель, она в Нидерландах. Москва должна неминуемо понести наказание. По крайней мере, на это рассчитывает Киев. Сегодня вот сюда, в Международный суд ООН в Гааге. Украина для этого подала два важных документа. Первый документ – прошение остановить агрессора. Его должны рассмотреть приблизительно через месяц. Тогда подумают о мерах, которые ограничат действия Москвы на Донбассе, говорит посол Украины в Нидерландах Александр Горин. Какими они могут быть, пока отмалчивается. Но еще важнее второй документ. В нем идет речь о привлечении России к ответственности за нарушение двух конвенций. О противодействии финансированию терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Мы требуем, чтобы Российская Федерация прекратила эти порушения. Например, по конвенции с финансированием терроризма. Это прекратить финансирование, дать различного вида помощи про московским боевикам, ну и передачу оружия, потом введение действительного контроля с их боку над перетином контроля с этой военной техникой. Также Украина требует прекращения пыток, ограничений действий активистов и возобновления работы Меджлиса в Крыму. Президент Порошенко уверен в том, что Фемида будет на стороне Украины. Мы сформировали соответствующую юридическую группу, обеспечено ее финансирование. По дальнейшему подготовке защиту юридической позиции Украины я уверен в том, что мы победим, в том числе и в этих справах, и в будущих позовах, которые будут поданы на защиту интересов прав Украины и украинского народа, базируясь на четких нормах международного права. Это первое обращение официального Киева в Международный суд ООН в ГАГе. Раньше Украина подавала иски в уголовный суд по поводу событий на Донбассе и в Крыму. Также множество судебных исков со стороны Украины рассматривает сейчас Европейский суд по правам человека. Юлия Медаль, Вадим Свиридонов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Боевики били по позициям наших военных на Мариупольском и Донецком направлениях из ствольной артиллерии. По Авдеевке вчера ближе к ночи час вели огонь из минометов и самоходных артиллерийских установок. Вместе с военнослужащими 72-й отдельной механизированной бригады юбилей этого подразделения 75 лет отметила на передовой и наш корреспондент Ирина Баглай. На улицах окраины Авдеевки, буквально в километре от промзоны, редко встретишь людей. Чаще всего это родители, которые возвращаются с детьми из школы. Самих отпускать не рискуют. Говорят, в любой момент может начаться обстрел. Ну а этой ночью старая Авдеевка содрогалась от разрыва снарядов ствольной артиллерии. Егор стихотворение про флаг Украины выучил самый по-детски, искренне захотел поделиться со всей Украиной. Из-за боевых действий в школу дети с окраин доходят не всегда. А вот науку войны первоклассники уже знают на зубок. Пссс, свист, ложится. А когда мины? А когда мины, бежать в другую сторону. А когда мины стреляют, надо или ховаться, или пригнуться. А когда пули, просто опрещать. Сначала начали работать дальнобои. 152-122. Работали по позициям. Авдеевки попали, подачи. Со стороны Спартака, я сыноватый, минерального. Так боевики ударили по позициям армейцев накануне юбилея 72-й отдельной механизированной бригады. Праздник у наших военных на передовой. Я тебя витаю. С святым из медали участникам АТО. Дякую за службу. Свято есть свято. Убительность не теряйте. Берегите людей. Командиру с позывным «Левша» 21 год. Из учебки сразу на фронт. Несколько месяцев назад был ранен. Его почти всего накрыло осколками от мины. Часть так и не смогли извлечь. Но как только выписался из госпиталя, сразу на передовую. Я находился бля контейнера. И меня накрыло осколками от контейнера и от мины. А где осколки были? Не задел, только левая рука и левая нога. Среди награжденных на передовой и Василий, гранатометчик. Для него в эти дни главной радостью стал звонок товарища, который после тяжелого ранения вышел из комы. Натренированные по натовским стандартам бойцы именно на этом участке фронта смогли успешно применить свои навыки. Совсем другие способы ведения боя. То есть мы уже не думаем так, как они. Мы увидим совсем по-другому. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. С Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Последний официальный, с чем прилетел в Киев Джо Байден. За шаг до инаугурации. Чем еще Дональд Трамп удивил мир? Очередной прогноз, когда Украине прочат без виз с Европой. В Минске завершилось первое в этом году заседание трехсторонней группы. Стороны договорились провести в среду видеоконференцию, во время которой будут обсуждать освобождение заложников. Уже после заседания украинская сторона заявила, главные вопросы по безопасности остаются нерешенными. Также Киев констатировал, боевики нарушили перемирие, анонсированное на время новогодних праздников. Украинская сторона настаивала на соблюдении всего пакета минских соглашений. А еще сегодня Порошенко, Меркель и Оланд договорились продолжить работу по подготовке дорожной карты минских соглашений. Минский процесс единственный путь для Украины остаться целостной, заявил сегодня американский вице-президент Джо Байден в Киеве. Это его шестой визит в Украину и последний в этой должности. Из-за приезда высокого гостя в украинской столице повышенные меры безопасности, центр города был перекрыт. Рано утром Байден встретился с президентом и премьером. Говорили о конфликте на Донбассе, реформах и санкциях против России. По мнению американского вице-президента, они должны продолжаться до возвращения Крыма в состав Украины. Также Джо Байден призвал не прекращать реформы и сотрудничество с МВФ. Президент Порошенко больше говорил о последствиях российской агрессии на Донбассе. Там, по его подсчетам, погибло уже 10 тысяч украинцев. А еще поблагодарил вице-президента США за поддержку и советы. Именно Байден в команде Барака Обамы координировал сотрудничество с Украиной. Кроме того, говорили стороны и о новой команде Трампа. Петр Порошенко выразил надежду на плодотворное сотрудничество, да и Байден. Уже после пресс-конференции, уходя, ответил так. Надежда не умирает. Это цитата. Я надеюсь, что и дальше украинское вопрос будет объединять весь американский политикум. И дальше украинское вопрос будет остаться среди первых приоритетов. Шановный Джо, это ваш последний визит в качестве вице-президента Соединенных Штатов Америки. Но точно не последний в качестве доброго, надежного друга Украины и друга президента Порошенко, моего личного. Я надеюсь, что следующая администрация также будет вашим сторонником и партнером, окажет поддержку в вашем дальнейшем прогрессе. Но вы же знаете, никто не может выполнить тяжелую работу вместо вас, только украинский народ. Я хочу сказать спасибо вам, господин президент, не только за ваше лидерство, но и за вашу дружбу. Америка на финишной прямой. Уже в эту пятницу в Вашингтоне инаугурация нового президента. Кто отказался на нее прийти? Кто все-таки слил прессе компромат, оказавшийся фальшивкой? И что сам Трамп говорит о будущем курсе страны? Дмитрий Панопченко обо всем подробнее из Вашингтона. Вашингтон меняется просто на глазах. Внешне, поскольку готовится к инаугурации, здесь украшают здания, расставляют трибуны, и в настроениях тоже перемены. В обычно спокойной, даже сонной столице все больше чувствуется нервозность. Из-за изменений в стране, и из-за того, что предстоит пережить церемонию, и попытки противников Трампа ее сорвать. Два десятка групп уже подали заявки на марши и пикеты, и по закону им нет основания отказывать. Явно будут и те, кто попытаются организовать акции протеста без предупреждения. 22 конгрессмена уже предупредили, что будут присягу Трампа игнорировать. Обиделись за своего коллегу, известного правозащитника Джона Льюиса. Тот заявил, что он не считает Трампа легитимным. Мол, ему Россия победить помогла. Новый президент ответил резко. Написал в Твиттере, лучше бы в округе работал, который в ужасном состоянии, не говоря уже о преступности, чем лживо жаловаться на результаты выборов. В итоге и сам Льюис на церемонию не придет, и часть коллег, которые его поддержали. Еще один твитт тоже наделал шуму. Трамп написал, что слить в прессу компромат на него мог лично нынешний глава ЦРУ Джон Брэннон. Причем это не прозрачный намек, а прямое указание фамилии. И явно для такого заявления у нового президента были основания. Американская разведка, по словам Трампа, признала опубликованный документ фальшивкой. Но его содержание стало самой обсуждаемой темой этих дней. И пошатнуло позиции новой команды. Вопреки всему, республиканец готовится занять овальный кабинет и раздает интервью мировым СМИ. Сразу два авторитетных издания, немецкая Бильд и британская The Times, опубликовали эксклюзивное интервью Дональда Трампа. И в них много месседжей и громких, и информативных, и скандальных. Своим приоритетом Трамп назвал борьбу с террористами исламского государства, а внутри страны пообещал жесткую миграционную политику. Даже по отношению к гражданам ЕС. Ждет переговоров с Россией по ядерному разоружению, ценой которых может быть ослабление санкций. А НАТО считает устаревшей структурой. Я давно говорил, что у НАТО есть проблемы. Номер один, он устарел, так как был основан много-много лет назад. Номер два, страны не платят то, что должны. НАТО устарел, так как не думал о терроризме. Финансовый вопрос. То, что способно серьезно рассорить Вашингтон и Брюссель. В этом интервью Трамп пожаловался. Мол, помимо штатов, НАТО финансирует, как положено, всего пять стран из 28. А во время предвыборной кампании он четко обещал, мол, пересмотрит обязательства США перед альянсом, если остальные члены блока откажутся скидываться и не станут тратить на оборону хотя бы 2% своего бюджета. На этой неделе ближе к инаугурации явно выйдут новые эксклюзивные интервью Трампа. Их внимательно читают в Европе. Но в Вашингтоне, в Вашингтоне пока не до этого. Все готовятся к грандиозной церемонии, до которой всего-то пять дней. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». На заявление Трампа о НАТО и на его критику в адрес альянса уже ответили в Брюсселе. Слова будущего президента США прокомментировали министры иностранных дел Франции и Германии. И вот что сказали. Замечания избранного президента США вызывают недоумение и тревогу. Здесь, в Брюсселе, и думаю, не только здесь, но и в самом НАТО. Я только что разговаривал с генсеком Столтенбергом. Все замечания Трампа воспринялись большим беспокойством. Особенно то, что он считает альянс устаревшей организацией. Знаете, лучший ответ на слова американского президента, который займет свой пост 20 января, это единство европейцев. Он сказал достаточно много о ЕС и обсуждал Брексит. Я думаю, его совет нам не оставлять блок и не забывать, что сила европейцев в их единстве. Трагедия в Кыргызстане. Сегодня ночью там потерпел крушение грузовой Боинг 747. По неизвестным пока причинам воздушное судно не дотянуло до взлетно-посадочной полосы почти 2 километра и рухнуло вблизи аэропорта Манас прямо на жилые дома. Все подробности далее в сюжете. Это первые кадры с места трагедии. Обломки турецкого грузового Боинга вблизи аэропорта Бишкека. Воздушное судно рухнуло прямо на жилые дома в 2 километрах от взлетно-посадочной полосы. Авиакатастрофа произошла в 3 часа ночи по киевскому времени. Самолет вот так летел и упал прямо на дом моих соседей. Все погибли. Масштабы разрушения стали отчетливо видны уже после рассвета. 37 частных домов полностью разрушены. Фрагменты самолета разбросаны по всей территории поселка. Вышел из дома, уже хвост здесь лежит, за сараем турбина горит. И вот потом уже как расфел, все уже происходило, пожар здесь. Число жертв достигло 37 человек. По крайней мере пятеро из них дети. Разбившийся Боинг принадлежал турецкой авиакомпании Авиакарго Туркиш. Он направлялся из Гонконга в Стамбул с дозаправкой в столице Киргизстана. В результате падения не выжил никто из членов экипажа. Пострадавшие, а это люди, живущие в поселке недалеко от аэропорта, доставлены в больницу. 8 человек сейчас госпитализированы, отправляют в город. Из них четверо детей. Как только сигнал поступил, спасательная команда МЧС, Минздрав вовремя приехали. У нас все хватает. И звонит это наше население, если нужно в крови. Но пока у нас все хватает. Ближе к вечеру в пресс-службе летного порта Манас, а также в киргизской службе по чрезвычайным ситуациям дали первые комментарии. Следствие только началось. Причины падения неясны. Известно лишь то, что экипаж самолета был достаточно опытным. Погибший командир воздушного судна налетал почти 11 тысяч часов. Из них 900 на самолетах подобного типа. Людмила Панасюк, подробности, телеканал Интер. Подготовительное заседание по делу экс-лидера партии регионов Александра Ефремова в Старобельском райсуде Луганской области прошло сегодня в закрытом режиме. Журналистов на него не опустили. На слушание не явились и адвокаты экс-регионала. Они готовились к заседанию в апелляционном суде столицы, которое состоится завтра. Сегодня же суд удовлетворил просьбу прокурора, предоставив бесплатного защитника, но бывший нардеп от него отказался. Под покровом ночи, в лучших традициях, в своей маневе, прокуратура отправила моего подзащитного неведомо куда. К нему явился в 8 вечера прокурор и пытался всучить какое-то ходатайство. О чем-то мне так и неизвестно пока. Завтра я буду в апелляционном суде, где назначено дело, по моей жалобе. Оппозиционный блок требует перенести суд над Александром Ефремовым в Киев и главное сделать его открытым для прессы. Такое заявление опубликовали на официальном сайте оппозиционного блока. В заявлении также говорится, что власть сознательно решила перенести заседание в Старобельск. Туда сложно добраться как журналистам, так и защитникам подсудимого. А сам процесс закрыли лишь для того, чтобы вынести обвинительный приговор, заявляют в ОПО-блоке. Квартирное дело бывшего замгенпрокурора Виталия Каско закрыто. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Дело закрыли из-за того, что следователи не смогли доказать вину бывшего замгенпрокурора, а установленные нарушения расценили как малозначимые для привлечения его к уголовной ответственности. Напомню, весна прошлого года Виталию Каско вручили подозрение о мошенничестве со служебной недвижимостью. В 2003 году экс-замгенпрокурора получил одну служебную однокомнатную квартиру в Печерском районе столицы, которую позже приватизировала его мать. Через 7 лет после этого Каско снова получил служебное жилье, уже трехкомнатную квартиру в том же Печерском районе, которая тоже осталась в его владении даже после увольнения из генпрокуратуры. Самые важные вопросы в неформальной обстановке. В швейцарских Альпах завтра откроется Всемирный экономический форум. В Давосе соберутся политические и экономические лидеры 90 стран мира. Лозунг встречи в этом году – ответственное лидерство, перспективы экономического развития, укрепления стабильности и мира. В рамках форума пройдет около 300 заседаний. Чего ждут от него и кто посетит мероприятие? Наш корреспондент Светлана Чернецкая уже в Давосе. Богатый, знаменитый и влиятельный, живописный швейцарский Давос уже принимает высокопоставленных гостей. На время проведения Всемирного экономического форума население этого курортного городка вырастает в три раза – с 10 до 30 тысяч человек. Политические и экономические лидеры со всего мира собираются вместе, чтобы обсудить глобальные вызовы существующему мировому порядку. В этом году особое внимание к гостю с Поднебесной. Си Цзиньпин станет первым в истории президентом Китая, принявшим участие в этом форуме. В сопровождении Большой свиты из нескольких сотен человек глава Китая уже в Швейцарии обещает внести свой вклад в восстановление мировой экономики. В Европе этот визит воспринимают как сигнал готовности Китая стать более надежным партнером. Пресса пишет, наконец-то Пекин готов взять на себя больше политической ответственности в международных отношениях. Я надеюсь, что мое участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе станет вкладом в сохранение мира и поможет найти общее решение глобальных проблем, а также даст позитивный сигнал международному сообществу. В целом в Давосе ожидается около 50 глав государств. Среди них и президент Порошенко. У него запланировано около 15 встреч, в том числе с китайским коллегой, главами ООН, ЕС и МВФ. Не будет в Давосе президента США в Америке как раз смена лидера. Инаугурация Дональда Трампа состоится в эту пятницу. Но 45-й глава Соединенных Штатов даже и не собирался на форум. Также решил не отправлять сюда своих представителей. В его команде это объяснили приверженностью предвыборным лозунгам. Трамп критиковал политический истеблишмент и миллиардеров, поэтому собрание мировой экономической элиты игнорирует. Правда назначение миллиардеров и миллионеров в свою команду Трампа совершенно не смущает. Так что в последний раз Соединенные Штаты на форуме представят пока еще вице-президент Джо Байден и госсекретарь Джон Керри. Как и в прошлом году проигнорирует Всемирный форум в Альпах президент Франции и канцлер Германии. Причины не сообщает. Но скорее всего лидеры слишком заняты внутренними проблемами, чтобы обсуждать глобальные. И во Франции, и в Германии на носу выборы. И похоже, сейчас это важнее. Особенно на фоне Брекзита, роста популистских движений в Европе и переформатирования власти в США. Сейчас время глубокого смятения. Очень много вопросительных знаков. Поэтому мы должны сделать все, чтобы устранить причины этой тревоги. На форуме я ожидаю конструктивное настроение, ориентированное на действия. Ну и как обычно, организаторы пытаются разбавить это мероприятие приглашенными звездами. Кроме заумных экономистов, финансистов и политиков, со сцены форума выступят голливудский актер Мэтт Дэймон и поп-певица Шакира. Обе знаменитости будут говорить о своих благотворительных инициативах. Светлана Чернецкая, Евгений Каминский. Подробности. Телеканал Интер из Давоса, Швейцария. Кто из европейских политиков украсит обложку модного глянца и о чем? Член британской королевской семьи пишет в своей новой книге. Об этом не только. Смотрите в нашем обзоре. Премьер с обложки глянца Тереза Мэй украсит первую страницу американской версии журнала Vogue. Снимок сделали на прошлой неделе в резиденции премьер-министра Великобритании. Процессом лично руководила легендарная редактор издания Анна Винтур. Номер с Мэй на обложке появится в продаже в апреле. Культурный шок вызвало у саудовцев госсекретарь Испании по торговле. Во время визитов в Эр-Риат Мария Луиса Панцела на все деловые встречи являлась непокрытой головой и в короткой юбке. Нарушение дресс-кода вызвало бурное обсуждение в местных СМИ. Принц Чарльз написал книгу об изменениях климата. Этой идеей старший сын Елизаветы II вдохновился после посещения климатической конференции ООН в 2015 году в Париже. Там принц обратил внимание на нехватку доступной литературы по этой теме. Книга принца Уэльского в соавторстве с двумя специалистами поступит в книжные магазины в конце следующей недели. Увольнение за перекус. Бортпроводницу лоукостера Изи Джет уволили из-за съеденного во время полета сэндвича. 22-летняя Шеннон Глисон утолила голод едой для пассажиров во время своего первого рейса. Девушка извинилась за инцидент, предложила возместить стоимость сэндвича с беконом. Это 4,5 фунта. Вместо этого ее уволили за кражу и грубое нарушение служебных правил поведения. В Польше археологи нашли кулон, идентичный тому, который принадлежал убитой нацистами Анне Франк. Раскопки проводили на территории бывшего концлагеря Собибор. Собственница треугольной подвески, как и Анна Франк, родилась во Франкфурте. Всего на несколько недель позже. Историки подозревают, что девочки были родственницами. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok